Как жить на пенсии увлеченно, заниматься творчеством и быть физически крепкими, знают участники комплексной целевой программы «Активное долголетие». Занятия в рамках национального проекта «Демография» проводит Столичный центр социального обслуживания населения. Социальная дистанция и маски совсем не мешают посетителям центра. Главное для них – живое общение. Здесь царит дружелюбная и творческая атмосфера. Рукоделие, различные образовательные программы, спортивные занятия – скучать здесь явно некогда. Полина Кузнецова посещает занятия уже третий год. Мне здесь очень нравится. Во-первых, на пенсии не хватает общения, а здесь мы встречаемся, обсуждаем, новые рецепты какие-то, друг с другом делимся. А вот работа с мелкими деталями – это мелкая моторика. А вот в нашем возрасте очень важно, чтобы пальчики работали. Мы не только цветочки такие делаем, мы и вяжем. Потом делали цветочки из лент очень красиво. Спорт в особом почете. Для укрепления духа и тела ветераны занимаются скандинавской ходьбой, пилатесом и йогой. Большое внимание мы обращаем на здоровье спины. Вот конкретно спины на спину, потому что это, в общем-то, проблема века. Ну, также мы занимаемся и на улице. Допустим, в летнее время мы даже вот все наши обычные упражнения можем делать на улице. У нас очень хорошая площадка есть. Вот насколько я наблюдаю сама за своими дамами, помогает однозначно. Конечно, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в работу центра. Пожилые люди осваивают смартфоны и другие гаджеты, чтобы была возможность выходить на связь прямо из дома. А для тех, кому больше 65 лет, уже проводятся онлайн-уроки. И встряхнули пальчики. Есть познавательные студии. Это как раз университет старшего поколения. Там разные факультеты. В рамках этого факультета у нас есть школа безопасности пожилых бабушек. Бабушки, смартфоны реализуются проекты. То есть центр общественного доступа, это обучение компьютерной грамотности. То есть направления разные-разные. Планы очень большие. И очень многие изъявили желание иностранных языков. Наверное, в этом году сейчас тоже начнем, может, в онлайн-режиме. Посетители называют центр вторым домом. Здесь занята каждая минута, здесь друзья. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика.